Евгений Водолазкин. Пародист. Пьеса в двух действиях с прологом. Действующие лица. Жена, 43 года. Муж, 45 лет. Бубенцов, 45 лет. Массажистка, 25 лет. Спортсмен, 27 лет. Инспектор ДПС, без возраста. Пролог. На стремянках друг против друга стоят две фигуры в длинных плащах, черном и белом. На спинах стоящих заметны крылья. Нет ни малейших признаков того, что один инспектор ДПС, а второй спортсмен. Инспектор развивает свиток. Инспектор. Вы же видите, что здесь написано. Каждый. Читаю в переводе, потому что по латыни это звучит иначе. Каждый. Кузнец своего счастья. Спортсмен. Какое-то время, может, и кузнец. А потом его это самое кто-то по голове тюк. Инспектор. Кто? Спортсмен. Да хоть кто. Какой-нибудь другой кузнец. Инспектор. Как это тюк? Как это, спрашивается, тюк? Спортсмен. Ну, молотом, например, если кузнец. А черепушка шпок и на равной доле. Вот, собственно, и все. Инспектор. Всякий кузнец своего счастья хотя бы потому, что даже молот опускается на его голову не случайно. Значит, он предпринял для этого какие-то усилия. Спортсмен. Ну, знаете ли, я молчу. Инспектор. Мое предложение. Давайте молчать оба. Спортсмен. Человек гибнет под ударом молота. Или там другого тяжелого предмета. А вы куражитесь. Обвиняете его в собственной гибели. Инспектор. Я, заметьте, продолжаю молчать. Спортсмен. А я подумаю и еще что-нибудь скажу. Попозже. Обе фигуры спускаются вниз и снимают плащи. Под белым плащом оказывается форма инспектора ДПС, включая регулировочный жезл. Под черным спортивный костюм, бейсболка и бейсбольная бита. В свободной руке у спортсмена листок с адресом. Слышен шум автобана. Спортсмен. Я вижу, вы инспектор ДПС и думаете, что все знаете. Инспектор. Кое-какой информацией мы действительно располагаем. Спортсмен. Тогда вопрос. А где у вас курортная улица, дом 17? Инспектор. Подумав, показывает жезлом в пространство. Там. Показывает в противоположную сторону. Или там. В принципе, здесь все улицы курортные, потому что вся наша местность такая. И район называется курортный. Наш народ уж как даст название, так в самую точку. Уж самое, понимаешь, яблочко. А вы что ли спортсмен? Спортсмен. Как это вы догадались, инспектор? В бейсболке ходите. Спортсмен. Сейчас все в бейсболках ходят. Инспектор. И с этой самой, с бейсбольной битой. Тоже скажете? Все с битыми ходят. Спортсмен. А вы оглянитесь. Каждый второй с битой. Нет, реально. Просто вещь удобная. Вот все ее и носят. Ну ладно, мне пора. Потому что просили, как говорится, подъехать. Медлит. А вы здесь останетесь, инспектор, если хотите знать? У меня нет выбора. Спортсмен. Выбор, инспектор, есть всегда. Только не все его, блин, делают. Ну, счастливого дежурства. Инспектор кивает, спортсмен уходит. Инспектор машет джезлом, пытаясь остановить несущуюся машину. Слышен скрип тормозов, сменяющийся ревом мотора. Инспектор. Ничего себе превышение скорости. Ничего себе пересечение двойной сплошной. Давно же я не видел такого неприкрытого и циничного пересечения двойной сплошной. В состоянии чувствуется алкогольного опьянения. Приставляет к губам рацию. Время от времени из рации раздается шипение с командными интонациями. Фонтанка, Фонтанка, я Мойка. Начинаю преследование нарушителя. Мерседес, цвет мокрого асфальта. Салон отделан кипарисом. Сидение с электромассажером. Акустическая система, мини-бар, подсветка потолка и пола. Номер машины? А вот номера не разглядел. Фонтанка, послушайте. Ну почему сразу козел? Да не упущу я его! Кто ж такого упустит? Спокойнее. Обещаю вам, Фонтанка, что это нарушение ему дорого обойдется. Конец связи. Уходит. За сценой слышен звук заводимого мотоцикла.